В рамках Всемирного дня охраны труда в Славянском районе был проведен семинар по вопросам защиты трудовых прав работников и обеспечения безопасности условий работы трудящихся. В мероприятии приняли участие руководители предприятий и учреждений района, представители профсоюзов, специалисты Центра занятости населения. По оценке Международной организации труда ежегодно на рабочем месте погибает более трех миллионов человек. Свыше 300 тысяч смертей происходит в результате несчастных случаев. Причина остальных летальных исходов связана с различными видами профзаболеваний, что свидетельствует о дефиците достойных условий труда. Для того, чтобы еще раз привлечь внимание общественности к проблемам в области охраны труда и к росту числа травм, а также заболеваний на производстве, и был проведен семинар, открыл совещание заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко, поблагодаривший всех, кто откликнулся на приглашение, решив принять участие в обсуждении злободневных проблем. Та работа, которую мы проводим, она вроде и не видна, с одной стороны, но с другой стороны отсутствие производственного травматизма – это явный фактор, который говорит о нашей совместной работе. К сожалению, у нас не обошлось в этом году без производства травматизма, поэтому мы считаем, что работу в данном направлении, в вопросах создания условий охраны труда на производствах, нужно уделять серьезное внимание и прошу, чтобы сегодня наша с вами встреча произошла конструктивно, позитивно. Мы выслушаем докладчика, задаем вопросы, постарайтесь уйти, чтобы у вас не осталось ни одного вопроса, ни отвеченного. Если на что-то не ответим, постараемся записать и при встрече или путем телефонного звонка обязательно все наши вопросы надеем. Создание безопасных условий труда на производстве – в первую очередь задача работодателя. И многие славянские руководители это понимают, о чем свидетельствуют цифры статистики. В прошлом году впервые с 2014 года в нашем районе зафиксировано снижение количества несчастных случаев и пострадавших на производстве. В 2018 году на производстве пострадало 8 работников. Для сравнения, в начале 2000-х данный показатель в районе составлял 60-90 работников. Для своевременного решения вопросов, касающихся охраны труда, контроля за ситуацией, в районе создана и успешно работает межведомственная комиссия. Межведомственная комиссия по охране труда муниципального образования определила основными направлениями по улучшению условий труда в 2019 году решение следующих задач. Это выполнение плана мероприятий по профилактике, снижению производства, травматизм, профессиональных заболеваний, улучшению условий и охраны труда муниципального образования Славянский район на 2019 год. Это обучение всех руководителей и специалистов организации нашего района. Также должна быть завершена работа по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах. Все это не может быть достигнуто без должного финансирования мероприятий по охране труда. Только создавая условия труда в организациях, соответствующих государственным активным требованиям охраны труда, работодатель выполняет те свои обязанности, на которые на него возложены трудовым законодательством нашей страны. В ходе семинара были заслушаны доклады об итогах деятельности в области охраны труда на территории района, изменениях в трудовом законодательстве, об организации обучения специалистов по охране труда. Приглашенные смогли задать интересующие их вопросы. Подводя итоги обсуждения, специалисты Славянского отдела трудовых отношений призвали руководителей предприятий и учреждений не ждать несчастных случаев на предприятиях, а проводить предупреждающие профилактические мероприятия. В случае несовершенной системы профилактики, профзаболеваний и предупреждения травматизма страдает не только здоровье или жизнь конкретного человека. Наносится серьезный урон государству, снижается производительность труда и возрастает нагрузка на систему социального обеспечения. А потому должное внимание этой проблеме должно быть систематическим. Только так можно снизить риски травматизма на производстве, а работников обезопасить от несчастных случаев на рабочих местах. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Анна Монастыренко, Георгий Калининко, 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 Геор